Всем привет! Это у вас сегодня бьюти холл, поэтому я расскажу о вещах, которые я купила недавно и поговорим немножечко о тенденциях весна лет 2015. Поехали! Итак, первое, что я купила, оно такое красивое, висит здесь и привлекает внимание, это вот такая замечательная кофта-кардиган от Zara. Это настолько потрясающая, необычная и самобытная вещь, что я просто не смогла пройти мимо. Именно за такими вещами я охочусь, именно на такие вещи я прежде всего всегда обращаю внимание. Плюс ко всему он очень мягкий, очень уютный, это буквально как плед, только с рукавами. Не знаю, лично я просто в восторге, мне очень нравятся шубы из искусственного меха, потому что они смотрятся немножечко так массивно, когда одеваешь их, например, с обтягивающими джинсами, и это отличная альтернатива как бы шубе, потому что смотрится и сидит он примерно так же. Но, естественно, это просто вязаный кардиган, поэтому в нем не будет жарко, его можно носить в ближайшее время, всю весну. Итак, следующая моя покупка, это вот такой свитер из Pull&Bear, он кремового цвета, с бахромой. Кстати, я сейчас в этой кремовой теме, я не знаю даже почему и как я в нее попала, но этот свитер тоже новый, он из Zara, мне безумно понравились рукава и вся его концепция в целом, поэтому вот кремовые вещи буквально преследуют меня на каждом шагу. Он очень понравился мне, потому что это что-то в стиле Кьяри Ферани, я бы сказала, он простой и при этом очень стильный, благодаря своему фасону оверсайз и благодаря вот этой бахроме, которая сейчас на 100% в тренде. По мне, так это просто отличная незаменимая вещь, чтобы носить с завышенными джинсами или шортами, или с какой-то коричневой кожаной юбкой, например. Итак, следующее мое приобретение, это вот такая белая полупрозрачная блуза от Zara. Если смотреть на нее в таком видео, то, наверное, сложно понять, почему она мне так понравилась, так привлекла мое внимание, но я покажу вам, как она смотрится на самом деле. Вот этот воротник поднимается и обвязывается несколько раз вокруг вот этими черными тесемочками, и получается совершенно потрясающий воротник-стойка. Я запуталась. В таком викторианском стиле, который... Не викториан... Не вегетарианском. В викторианском. В викторианском стиле, который сейчас на пике популярности, мне кажется, это просто уникальная вещь. Во-первых, ее можно носить с юбкой-карандаш, если вам нужно на какое-то более серьезное мероприятие, или на работу, или на какую-то встречу. Или эту блузу можно носить, например, с кожаной черной юбкой, или кожаными черными шортами, завышенной талией, и очень-очень модными сейчас гладиаторскими сандалями. В общем, ей можно найти тысячу и одно применение, именно поэтому я выбрала эту блузку. Итак, следующее, что я купила, это вот такая черная, полупрозрачная, опять же, блузка. Прежде всего, меня привлекло черное кружево, которое идет вот здесь поверху. Очень аккуратный, деликатный, красивый декор. И вот эти вот замечательные, я не знаю, видно вам или нет, бомбошки на рукавах. И также они идут сзади, где кофта завязывается. Она очень красивая в жизни, очень нежная. И при этом такая сексуальная, нарядная, вечерняя. Опять же, рукава-фонарики, тренд, который мне очень-очень нравится сейчас. Я бы носила эту кофту с зауженными джинсами, или, не знаю, я еще не думала, на самом деле она мне безумно-безумно нравится, эта блузка. Дальше у меня вот такая блузка от Zara. Она в красно-бордовом цвете, очень актуальна сейчас. Здесь у нас, опять же, бомбошки, вот такие широкие рукава. Расслабленный стиль, вот этот стиль хиппи, который мне очень нравится сейчас. Замечательная блузка, ее можно носить с джинсовыми шортами, либо просто с джинсами, либо с клешами. Кстати, клеши сейчас снова вернулись в моду, они сейчас на пике популярности. У меня есть джинсы-клеши, я думаю, что с ними будет смотреться просто обалденно. Можно добавить какие-то босоножки на танкетке, либо, если это будут джинсовые шорты, я бы добавила гладиаторские сандалии, которые сейчас тоже на пике популярности. Отличная, стильная, легкая, базовая вещь на весну и на лето. Следующая моя покупка, это вот такой а-ля Ковгольский жилет с бахромой. В очень актуальном сейчас стиле, цвете, материале. Он может разбавить любой повседневный, даже самый простой образ. Я знаю, что я говорю это очень часто, но я действительно охочусь именно за такими вещами и безумно радуюсь, когда я их нахожу. Если даже вы одеваете просто белую футболку и джинсовые шорты в завышенной талии, накиньте этот жилет, и ваш наряд станет в тысячу раз круче. Он сразу же приобретет какой-то характер. Кстати, бахрому я подбираю по всему дому. Кстати, о бахроме. Если вам не хочется тратить 5, 10, 20 тысяч на новую куртку с бахромой, выходом будет вот такой платок. Платок бандана, я не знаю, что это, но здесь тоже есть такая кожаная бахрома. Я думаю, что это искусственная кожа, конечно же. Мне понравилось, что он очень женственный за счет вот этой тонкой ткани с небольшими цветочками, из которой он сделан. При этом смотрится супер модно, благодаря коралловым вставкам и бахроме. Его можно завязать на шею вот так. Любой наряд, любая даже самая простая кофта сразу же приобретает характер. Итак, следующее, что я купила, это вот такие ботинки. Наверное, я не буду долго объяснять, почему они мне понравились, потому что они очень похожи на ботинки от Prado, но это Aldo. Что может быть лучше? Похожи на Prado, но это Aldo. Они черные, приподнятые на такую небольшую платформу, и мне нравится, что у них не совсем круглый носок, он более такой вытянутый, более заостренный, за счет этого они смотрятся не массивными, а скорее утонченными и женственными. Я думаю, что в ближайшее время я просто не вылезу из этих ботинок, потому что они безумно мне нравятся. Кстати, еще и в белом цвете. Следующая моя покупка – это очки. Я не уверена, но, по-моему, в моду снова возвращаются очки с прозрачными диоптриями. Не знаю, может быть, это и не правда, но мне просто безумно понравились эти очки. Мне почему-то кажется, что они будут очень классно смотреться вот с этим кардиганом. Не знаю, посмотрю по мере, наверное, это сработает. Итак, последнее мое приобретение – это простые черные брюки. Я очень давно искала для себя идеальные черные брюки. И что мне понравилось в этих? Во-первых, они очень хорошо сидят. Они подходят мне по длине, потому что у меня, как я уже говорила, очень низкий рост, и, как правило, все брюки мне длинные, либо они как-то странно сидят на мне. Эти сидят просто идеально. И самое лучшее у них то, что они регулируются по высоте. То есть их можно носить как в завышенной талии, так и опускать немножко ниже, так и на бедра можно опустить, потому что здесь есть резинка, которая тянется, которую можно сделать шире или уже. Поэтому, по-моему, это уникальные штаны. Еще один момент, который, несомненно, подкупил меня в этих брюках – то, что их можно носить как в стиле casual, например, там с черно-белыми найками или небелансами, так и в деловом стиле с каблуками, нудовыми лодочками или какими-то строгими босоножками. Вот, в общем-то, и все мои покупки, я думаю, что уловили мое весеннее настроение. И, кстати, следите за обновлениями в моем фэшн-блоге, потому что я снова собираюсь стать там активной. У меня уже запланировано несколько фэшн-съемок на ближайшее время. Поэтому, да, подписывайтесь на мой фэшн-блог. Все ссылки будут в описании под видео. И огромное вам спасибо за внимание. Увидимся в следующий раз. Пока!